Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим цикл бесед и ответ на вопросы, которые нам задают. У нас есть сайт, форум, видеоканал. И все это называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» то есть это 77 книг, синодальное издание 1876 года. Мне, вот я в Mail.ru, такая система «Мой мир». Ну тут много у меня 6000 друзей виртуальных. И вот одна из них, тут я не знаю видно или не видно, Валентина Пивин задает вопрос, чтобы я его ответил. Прокомментировал фильм «Код Дарвина». И как люди понимают, я задаю многие вопросы, никто не хочет отвечать. Я взял все это, вынес в отдельную тему. Вот. И поэтому вот она как есть. Вот она сидит, Валентина. Видите, я увеличил рисунок ее. Теперь считай, вот что она мне написала. На Украине она где-то. Она не православная, но очень хорошая женщина, видно. Она везде сочувствует, разбирается, считает, просматривает наши ролики. Я задал ей сейчас вопрос, и город, чтобы сказала, какой. Но не поступила сегодня ответ. А раньше у меня нужды не было расспрашивать. И как называется их религиозная организация в отделе юстиции. Кто они? Как там? Баптисты, писядники. Но не баптисты. Вот она сидит с мужем, муж в ней там лещит как-то людей. Он богатырь такой, видно, что где-то на море. Вот дальше считай. Но, Игнатий Тихонович, вот это по возможности. Выскажитесь, когда найдется минутка. А я буду напоминать, уж извините. Желаем услышать ваше мнение. Доброй ночи. Божье присутствие и откровение. Заметьте, какие благословения дает. Божье присутствие и откровение. От православных трудно такое дождаться. Понимаете, речь какая. Уже сразу показывает, что этот человек знает больше, чем видит. Просто ходящий в храм, человек не может сказать дальше. Милости и защиты. Видите как. Ну, Бог, помощь православные скажут. Спаси Бог, спаси Господи, спаси Христос. Здесь она дает, просит благословения у Бога. Из чего? Чтобы это водительство Духом Божьим. Значит, у них большое внимание отдается понятию о Духе Святом. Далее. И многие ли это? Вот это православное. Тут Валентина сыграла прям дальше. Прошу вас, когда найдете возможным, посмотрите эту тему. Вот. Тут она есть. Не по православному она по-нашему одета. Вот такая, как есть она. Ей 52 года. Вот это она на море. Я просто специально ее рисунки сюда вытащил, чтобы показать. И называется, как эта тема? Код Дарвина. Проклятие обезьян. Дальше. Если сможете написать свои понятия или откровения на это, даже выложить, как отдельное видео для всеобщего научения желающим. Может, у вас будут другие мысли и будет интересно узнать по возможности ваших обстоятельств. Игнатий Тихонович. Дальше опять. Код Дарвина. Я хочу сначала показать, где этот код Дарвина, как это выглядит. Хотя бы немножко включить. Я вот заранее его зарядил. Вот сейчас немножко включу его. Он я от края отошел. Откуда он взялся? И почему детям в школах по-прежнему преподают теорию Дарвина как единственную верную? Я знаю точно. Человек произошел от обезьяны. Я думаю, это ошибка. Сенсация. Кто и зачем заставил Дарвина написать все именно так? В данной ситуации поживают умнейшие. Кто стоял за спиной ученого и кто до сих пор не дает рухнуть теории эволюции? То есть, кто за ним стоит, главный вопрос. Сам он этого не хотел, не желал. И кто подхватил это? А вот теперь дальше уже так, как говорит об этом Слово Божие во свете Библии. Вот читаем дальше. Кто стоит за этим? За Дарвином, за Гексли, за Гитлером, за Сталином. За нынешними, за прошлыми. Так, я дальше поясняю это все подробно. Кто стоит? Это целенаправленно было. Когда еще раньше, до 80-го года, я копил материал долгого, он назывался у меня Аймаденем 5, то есть это по масонству. Собирал все, что было известно по протоколам сионских мудрецов и по событиям мира дореволюционные. В советское время была литература довольно обширная и зарубежная. Но кто стоит за этим? Нигде до конца не договаривают. Протоколы протоколами. Ну а кто это все направляет? Это открыла мне только Библия. Я с 14 лет занимался этой темой. Дальше. Инки, хеты. Так, я поясняю. Были народности такие. Куда они делись? Вообще не знают, даже никто ничего. Иногда с захетами вообще ничего не могут найти. Никаких данных. Народ был, знают. Могущественное государство, воевавшее с Египтом. Понятно, что не мелочь какая-то. Но в мире 2896 наций. Некоторые попадали в рассеяние. Я хочу сказать, от кого-то идет. Это все еврейский заказ. Еврейский. Нигде про это не упоминают. Или из-за страха, или из-за чего, непонятно. Я покажу, что в этом и величие нации. Не то, что там придумывают против евреев. А это легко будет дальше показано. Русские, когда эмиграция оказалась, я беседовал с митрополитом Виталием. Они за 76, за 70 лет, тогда было 72 года, уменьшились 13 раз по количеству. Ассимиляции. Выходят замуж за католика, за каких-то еще других и растворяются. Еврейская нация нигде не растворяется тысячелетия. Непонятно, что это особая нация. За еврейской нацией исчислится такое, чего нет ни за одним, ни за одной человеком, ни за одной нацией по количеству 2896. Я специально этим занимаюсь. 51 год назад я получил в руки Библию. И все эти вопросы меня тревожили. Я старался найти ответ и нашел. И ответ этот я сейчас покажу. Повторяю. Это заказ евреев, израильтян, иудеев, жидов, тому как угодно называют по-славянски, по-грешенски. Вот жид это не ругательное слово, жид это скряга. А жиды, Богородица, жидовка, Христос, жид. Это по-славянски, церковно-славянски. Не надо в этом искать какой-то компромат и иудофобию. Считаем. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 10 глава, 6 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть апостол Павел перечисляет ветхозаветних героев, конечно, и еврейского народа. И показывает с какой причиной. Ну нам зачем историю-то знать? Мы сегодня должны разбираться. Кто не изучает историю, рискует повторить то, что уже было. И вот здесь то, что там было, и он перечисляет их. И Фай, Гедеон, Самсон, Давид. Это были кто? Образы для нас. Они стоят сегодня, чтобы мы или делали так, как они, или не делали. Делали вывод. И мы сейчас смотрим тех, кто участвовал в распространении учения Дарвина. Это образы для нас. И кто пошел по этому учению, это образы для нас. И здесь, в этом фильме, я советую посмотреть. Он весь на документальной основе. Весь. Ничего художественного здесь нет. Это просто моменты-моменты из истории взяты. Сильно увлечены были этим учением. И взяли в основу, основополагающему Гитлер, Сталин, Муссолини, Маус-Зеду. Но они не говорят «Янксари», «Полпот». Это там раскрыли они свои таланты. И второе. Первое, корынфянам 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними, как образы, описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Если ты не будешь считать Ветхозаветнюю Библию, ты ничего не сможешь сказать. А как в наставлении нам? Значит, нужно очень хорошо знать. Исторические данные, о чем здесь в этом фильме говорится-то, они не сокрытые. Но все время автор за кадром говорит «Ну а кто это?» Вообще-то, думаем, что все это делается для построения Четвертого Рейха. Четвертого. Я спрашиваю «А кто такой Четвертый?» А третий мы еще слышали. Это Анатолий Гитлер. Ну а где первый, второй? Я и это отвечаю. Какие были всемирные завоеватели? Я провожу здесь аналогию и делаю вывод, как говорится, вытяжку на сегодняшний день. Ничего случайного здесь не было. И это я говорю для тех, которые просмотрят этот фильм. Если фильм не посмотрят, из того, что я говорю, не все будет понятно. Я только комментирую. Если он двухчасовой, то, понятное дело, они без объяснений бросают фразу. А мне приходится, вот я здесь открываю больше сорока пяти раз Библию. И когда говорю сорок пять, то один, два, три, на сорока пяти. Только один бывает иногда целых поллиста. И мы это будем считать. Считаем. Послание апостола Павла к римлянам, 9 глава, 11 стих. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». В общем, что мир еще не имел начальных пылинок Вселенной, а у Бога было известно, что мы сегодня будем сидеть здесь. Я не знаю, сегодня окажется 18 число. 18 февраля 2014 года. Все абсолютно у Бога известно. И это, я грубо выражаюсь, режиссура составлена Богом и Еговой. Как это будет происходить? Вот сотворит Адама, Еву, и Бог заранее знал, что змей будет здесь, будет разговаривать. У Бога нет неизвестного. И Он знал, как пойдет мировая история. Он знает, что они в утробе матери, Ревекка. Они там еще только бьются у ней. И она уже известна теперь. Господь говорит, Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Так еще не родились. И отец бы сказал, вот у тебя родится, который первый, я его ненавидеть буду. Мы сказали, ты в уме или нет? Но это Бог говорит. Тут родноверы сейчас с ума сходят. А вот он, ваш Бог, жидовский. Он чудовищный, кровописец. На Бога говорят. Но они совершенно безумные. Это так говорит апостол Павел. Так вот, далее, когда мы смотрим эту режиссуру, говорится о том, как Бог изберет Авраама. Авраам будет родоначальником еврейского народа. И как ему будет сказано получать благословение. И как в нем, в Аврааме, благословятся все народы. Это родится Христос от них. Адаму еще было сказано и Еве о том, что они будут поражать змея в голову, а змей жалит в пету. Вот он ужалил его Христа на Голгопе, а он ему разморжил голову. Это уже заложено было в историю мировую. В мировой истории заложено, что родится Гитлер, родится Сталин, Ленин. Этого нельзя изменить. Какой строй за каким пойдет, какое государство возникнет. Я сейчас по истории буду это показывать. Если мы в это верим, тогда все становится на место. Известно, что должен родиться человек верующий. Ни к чему другому не пригоден был, только верить. И поступил-то на теологический факультет Чарльз Дарвинта. И дальше везде начинают масоны. Отец масон, дед у него масон, все масоны. Некоторые не знают, что такое масоны. Это филантропические организации такие. И они заботятся и благодетельствуют миру. И вот они везде разъезжают, помогают. И в этом фильме показано. Это все шпионы. Все разведывают. Главное то, что в конце мира еврей один придет к мировому владычеству. Не на определенной счастью, как Гитлер где-то. Гитлер же не говорил, я захвачу, а потом с Ипонией пойду воевать. Нет, конечно. Он вполне довольствовался до Урала дойти, а там уже пусть они разбираются. Но у Бога не так. У Бога избранный народ. Это соль земли. Я говорю про евреев. И еврейский правитель будет над всем миром и будет царствовать 3,5 года. И значит 42 месяца. Ни одного дня больше не будет царствовать. Евреи это знают. И они подготавливают, чтобы весь мир его принял. Они возьмут не войной. Говорят, так 2 миллиарда мусульман. Да разве они примут? Примут. Да сегодня же христиан больше миллиарда. Примут. И вот теперь это они все подготавливают. Это какой надо было иметь ум, когда мы в семье порядок не наведем. В одном районе не можем от пьянства избавиться. А они сумеют. И нужно было какое-то учение, которое бы людей настроило так, чтобы по пришествии Антихриста они его приняли. И вот они сейчас во всем мире ведут эксперимент. Безбожие. И теперь плоды безбожия будут показывать. А как безбожие? Ничего нет, все дозволено. Как один герой говорит. Мы не верим в тебя не потому, что тебя нет. А потому, что мы привыкли жить по злой развращенной воле. И что совесть не мучила за что-то отвечать. Вот почему Бог-то не нужен-то. Но нужно было доказать, что Бога нет. Как доказать? И нужно было какое-то учение. И вот здесь они появляются почти одновременно. Карл Маркс появляется. Это, говорит, замысел масонов. В этом фильме все показано. Ну а дальше они ничего не говорят. Ну, говорит, кто за ними стоит? Автор все время-то. За ними стоит Израиль. В Израиле 12 колен. Ну а у них царское колено. Это бытие, 49 глава. Иудина колена. Из него происходит Христос. Но царство в конце будет данного колена. Издана. Издана будет правитель. Я это покажу на основании священного писания потолкования святых отцов. Они ничего этого не говорят. Так вот, здесь этим делом руководит Ливийно колено. Но Ливийное колено все не знает. Знает только отдельно Синедрион, который у них там избран. Но в Синедрионе окончательный план знает только три человека. Вот где корень. И это, которые спрашивают, а кто за этим стоит, они не знают этого. Я вам говорю это. Это не сокрытые уже материалы, они опубликованы. Надо знать, где их искать. Вот они это сейчас все это делают, подготавливают народ к принятию Антихриста. У меня как-то разговор зашел с одним писателем. Я ему задаю вопрос. Вы верующий? Конечно, я верующий, причащаюсь, я православный. Так а обидчивый-то или нет? Я знаю, он очень хороший, умница. Я говорю, мне непонятно одно. Что протоколы сиомских мудрецов, а евреи в них не верят, что это имя составлено. Так а вы что, верите, что ли? Я продолжаю дальше. А у нас хорошие отношения, прямо братские. Я говорю, да дело в том, что не верят и полукровки. Это царская охранка, это то другое. Я не думал, что это будет так сильно действующим против него. И он обиделся, и по сегодняшний день у нас связи нет. И я отсюда понял, на евреев падает вторая параллельпоминон 25-16. Они беспокаянные. А беспокаяние это гибель. Вот у нас еврейка была здесь в общей... Она ничего не знает, но у нее одна, абсолютно одна цель. Только чтобы нигде про евреев не говорили плохо. А что плохо и хорошо, ей не дали понятия. Только помянули евреев, она сразу слушает, и не надо про евреев говорить. Не будем говорить. Если не понимает, им такая установка тоже дана. Я это узнавал, с евреями беседовал. Мы говорим открыто. Это Бога, избранная нация, и она придет к миларовому владычеству. Ее нельзя ненавидеть. Ее можно только благословлять. Меня за это ругают свои. Да вы там еврейская подстилка. Как меня только она не называет-то. Нет, я совершенно самостоятельно преподаю то, что есть. И что дальше Еремия говорит? В 32 главе 35 стих. Чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. Это речь идет о начальствующих в Иерусалиме. Это говорит пророк Еремия, который признан евреями сегодня. Они его изучают в школу. И Господь говорит, я им не повелевал вот это, чтобы они сейчас здесь, Березовские, Абрамовичи, грабили Россию, деньги гнали в Израиль или в Англию, и там погибали. Этого нет. Это они сами придумали дело, чтобы делали революцию, чтобы здесь 110 миллионов славян погибло. Бог говорит, я не повелевал это. Я не оправдываю, не защищаю и не хулю. Я просто говорю. Бог говорит. Послание к римлянам, 2 глава, 9 и 10 стихи. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. А что делает злое? В первую очередь за злое особый спрос будет с евреем, в первую очередь. В первую очередь. Если человек украл курицу, он за это ответит. Но если они обокрали целую страну, то они за это тоже ответят. Понимаете? Где бы что ни было, мы воткнемся в эту фразу. Бог никакой поблажки евреям не дает. Теснота и скорбь, делающие во-первых, Иудея. В первую очередь Бог их наказывает. Потом. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Если добро делает человек, то в первую очередь Иудею. Какое наше отношение? Сейчас мы увидим. Вот слово Господь говорит, и оно обязательно сбудется. Во всей Библии, я еще раз повторяю, это с неканоническими книгами, я даю цифру. И оно непременно сбудется, а встречается 38 раз. Я бодростью над словом моим. Бог сказал, это обязательно будет. Какой строй, за каким придет крепостное право, царский режим, социализм, коммунизм, опять вернуться к капиталистической торговле. Что? Числа 11 глава, 23 стих. И сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет? То есть Бог показывает, чтобы люди не сомневались. Он сказал, это непременно будет. Мы знаем, что сказано об Израиле, но не знаем, что сказано о нас. Если бы было сказано, что Китай дойдет до Урала, что Китай захватит то, мы бы знали, что это будет. Но мы этого не знаем. Есть какие-то как бы пророчества только. Дальше. Исайя 7 глава, 7 стих. Но Господь Бог так говорит. Это не состоится и не сбудется. То есть что люди замышляют. Маргарет Тетчер сказала, достаточно 15 миллионов, а остальные ненужные такие уничтожить в России. Не сбудется это. Этого не будет. И все крылья опустили. Успокойтесь. Перед нами Святая Библия. Господь Бог так говорит. Это не состоится и не сбудется. Они хотели что-то делать. Не сбудется это. Этого не будет. Каких только замыслов не было у коммунистов. Коммунист. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. То есть в 82 году уже коммунизм должен был. Но спустя 82 года там и сколько уже при коммунизме живем? Иеремия 44 глава 28 стих. Чье слово сбудется? Мое или их? И мы должны сказать так. Люди замышляют, делают учения Дарвина. Запустили его. Проклятые обезьяны с ними сокукуплялись. Специально мужское семя мужчин обезьяна плодотворяли. От шимпанзе женщин. Они там рожали якобы. А сегодня показывать ничего не было. Иванов этот Илья, он был потом арестован. Был мятеж. Заключенные переломали все. Куда бежали? Там по горам, кто за границей. И как узнали? А там работников много было. Добровольцы, как космические отряды космонавтов. И на Западе тщательно исследовали и нашли что-то именно так. Поэтому было дано указание НКВД расстрелять всех до одного, которые участвовали в этом эксперименте. И все были уничтожены. Это все в фильме говорится, показывается. Иезекииля 12 глава 27 стих. Пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней. И он пророчествует об отдаленных временах. И вот мы посмотрим, когда идет пророчество об отдаленных временах, какие будут цари. А евреи это все знают. А мы берем-то из еврейских книг, из Библии. Главное, что евреи придут к мировому владычеству. И я тогда спрашиваю этого писателя, скажите, а вы это верите? Ну так написано. Я говорю, ну а в один день они должны прийти, или они подготовку будут делать к этому-то? Ну да, подготовку. Может цыгане придут к мировому владычеству? Нет. Русские пьяницы? Нет. А как они подготовку ведут? Вот эти чипы, вот все, чтобы за всеми наблюдать, смотреть, даже как у себя в одном районе, в одном селе навести порядок, как это непросто. Какая грандиозная глобальная задача. Она не посильна даже целому миру. А еврейский народ это выполнит. Почему это богоизбранный народ с особым интеллектом? Меня еврейка спрашивала, скажите, а вы знаете, что евреев за последние, по крайней мере, тысячи лет не было ни одного человека, неграмотного? Как, аликбезы были? Это для вас. Действительно так. Что евреи делали на интеллектуальном фронте, не подсильно никому, никогда. Если нация рассеялась, она исчезает, как хеты, нигде их уже не будет. Филистимлян никто не найдет. Евреи, рассеянные по всему миру, заново образовывают государство. Мне больше всего удивляет не это. Но что искусственно, они решили изменить язык. Так, что интересно, как это можно? Это моя мама бы вдруг стала говорить не так, как она говорила, даже по-русски. Ну, как сейчас на разговоры там давали на евриты, и какое нужно там сделать им. Сделали. Это подсильно только такому народу, богоизбранному. Это невозможно. И они подняли войну, фактически всему миру объявили. Которые не так будут понимать или что-то делать-то. И вот сегодня везде ругают их. Этого делать нельзя. Надо просто присмотреться внимательно и удивиться. Одно или самое большое чудо в мире это евреи. Еврейская нация. Это чудо Божье. Только ангел Божий, который их охраняет, может соблюсти их. Обычно всех себе агитируют. И за счет этого распространяются. Вот мусульмане, если ты принял мусульманство, назад ходу нет, голову отрежут. А у евреев наоборот. Хоть если голову подать, только к себе никого не приглашают, не запускают. Вы все гои. Скоты с человеческими лицами. Вы зачата от семени скота. То есть всякие оскорбления как бы. Ну, по-другому, видимо, тоже нельзя им было держать. Я не оскорбляюсь на это. Ну, мало ли, что не скажет человек, потерявший веру в Бога. По пьянке. Дальше. Языки Иля. 20 глава, 32 стих. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Это евреи. Еврейский пророк говорит, будем служить. Ну, как все народы. А Господь говорит, не сбудется. Я таких людей воздвигну, как говорит Сергей Строгородский. И эти люди будут особого, избранные Богом на это дело. Обладающие харизмой, привлечь людей в чистоте церковной. И вот здесь не будете. Все народы будут идут поклонники, а вы не будете. Иезекииль. 33 глава, 33 стих. Но когда сбудется, вот уже и сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Вот и чтобы это знали. Аввакум. 2 глава, 3 стих. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его. Ибо непременно сбудется, не отменится. Если мы знаем конечный результат, что это должно быть, тогда мы к этому все будем подгонять. Мы знаем, что должен быть правитель еврея над всем миром. Так, узнали. Это абсолютно точно. И это сбудется непременно. Тогда понятно, что для этого они должны придумать какое-то учение, чтобы люди потеряли над собой контроль. Могли убивать друг друга. Совесть не мучила. Вот для этого учение Дарвина было придумано. Человек от обезьян. А на обезьян вообще никаких принципов нет. В природе нет закона, чтобы любить друг друга, как Иван Карамазов говорил. Такого закона нет. И вот это учение Маркса, Ленина, Гитлера, превосхождение одного над другим, превосходство. Это все заложено в этом. И когда народ весь измучается этими войнами, этими смятениями, евреи тогда выкинут один лозунг. Вы хотите, чтобы это продолжалось? Нет, что угодно, только не надо этого. Мы вам дадим мир. Вот тут слова Владимира Сергеевича Соловьева об Антихристе, когда он скажет. Итак, народы мира, мир вам. А то никто не скажет война, когда я говорю мир. Вожделенное, желаемое, тысячелетиями исполнилось. Примите меня как Бога. И сядет в храме Иерусалимском, как Бог, выдавая себя за Бога. Центр земли не Москва, не Вашингтон, а Иерусалим. И центр всего храм. А протокол и все остальное, оно подгоняет к этому, как примерно им видится. Кое-что не сбудется. Но большинство, понятно как. Евангелие от Матфея, 2 глава, 15 стих. И там был до смерти Иерода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит. Из Египта возвал я сына моего. Если Господь сказал, что из Египта, то Господь в Египет не пойдет. Но чтобы это сбылось, вот Господь допускает Иерода, чтобы Иерод задрожал вдруг, что у него престол отнимут, чтобы дал указания, явился ангел, убивать. И теперь Иосифу надо бежать, пророчество исполнилось. Это написано. А остальные события теперь поддавливают к тому, что было. Главное то, что сказано Богом, а не события. События могли быть по-другому. Был какой-то пожар, был голод. Из Ефреема ушла на имень, и там была другая причина. Она пошла туда. Ну, однако это было. И дальше. Матфея 21 глава 4 стих. Все себе было, все же себе было, да сбудется реченное через пророка, который говорит. То есть доказательства никакого нет. А это будет, потому что так пророчество говорит. Я из Библии беру слово пророчествовать. Встречается 160 раз. Представьте. Это не просто так, а это события, это пророк, это временные какие-то формы, чтобы сошлись, чтобы обетование вплотную приблизилось к исполнению. А слово пророк 487 раз. И вот мы считаем. Даниила 7 глава. Толкование Феодорита Кирского, епископа. Он умер в 457 году. В первый год Валтасара, царя Бавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал. Видел я в ночном видении моем. И вот четыре ветра небесных боролись на великом море. Он это видел. Еще он не знает толкования. Какое видел, говорит. Что было четыре ветра. Ну ветер дует, как узнать ветер-то его. Что два ветра там. Ветер был, везде синоптики. Вот ветер был, ну чтобы четыре ветра боролись. Они что, как-то были материализованы. Это же ветер, дух. Но это было, он видел, ему было понятно. А может быть в виде каких-то смерчей было или как-то. И что? И четыре больших зверя вышли из моря. Не похожие один на другого. Он мог бы не записать. А мы скажем, он не мог не записать. Это пророк был, и Бог повелел ему. Он лежал, и во сне ему на ложе Бог показал. Четыре зверя. А может быть два. Не может быть. Теперь мы знаем толкование, какой персидский царь и, наконец, Александр Македонский. Все это указано. Дальше. Первый. Первый, как лев. Но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья. И он поднят был от земли и встал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Ну откуда он узнал сердце-то человеческое? Орлиное он никогда не видал. И от сердца оно и сердце, там у свиньи, у человека оно похоже. Я человеческое увидел. И мы должны сказать, как хорошо, что он это написал. И вот еще зверь. Второй. Похожий на медведя. Стоял с одной стороны и три клыка во рту у него. Между зубами его. Ему сказано так. Встань, ешь мяса много. Это речь о людях, которых поубивали. Ешь мяса много. Он ничего не понимает, еще лежит. Дальше. Затем видел я. Вот еще зверь. Как барс. На спине у него четыре птичьих крыла. И четыре головы были у зверя сего. И власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях. И вот зверь четвертый. Страшный и ужасный. И весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает. Остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей. И десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога. И вот вышел между ними еще небольшой рог. И три из прежних рогов с корнями сторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза. Как глаза человеческие. И уста говорящие высокомерно. Видел я наконец, что поставлены были престолы. И воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег. И волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему. И тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, Какие говорил рог, Зверь был убит в глазах моих. И тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их. И продолжение жизни дано им только на время и на срок. Дальше считаем. Это одно пророчество. И оно у Педовита Икирского разъясняется, Какой царь, какое время, годы. Прямо точно указано. Дальше. Даниил. Вторая глава, 36 стих. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, Которому Бог небесный даровал царство, Власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, Где бы они ни жили, Зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки, И поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты, эта золотая голова. Он из тукан видел. И теперь поясняется. После тебя восстанет другое царство ниже твоего. И еще третье царство, медное, Которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, Так и оно, подобно всесокрушающему железу, Будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, Частью из глины горшечной, Я частью из железа, То будет царство разделенное. И в нем останется несколько крепостей железа, Так как ты видел железо, Смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, А частью из глины, Так и царство будет частью крепкое, Частью хрупкое. А что ты видел железо смешанное с глиною горшечной, Это значит, что они смешаются через семя человеческое, Но не сольются одно с другим, Как железо не смешиваются с глиною. И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, Которое вовеки не разрушится, И царство это не будет передано другому народу, Оно сокрушит и разрушит все царства, А само будет стоять вечно, Так как ты видел, Что камень отторгнут был от горы не руками, И раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, Что будет после сего, И верен этот сон, И точно истолкование его. Так вот этот, который последний показан, Бог небесно показал камень, Камень это Христос, Он рождается от приснодевы Марии, И учение Христа наполняет весь мир, А потом только пришло разумение, И далее говорит, Тогда царь Нохадоносор пал на лице свое, И поклонился Даниилу, И велел принести ему дары и благовонные курения, И сказал царь Даниилу, Истина Бог ваш есть, Бог богов и владыка царей, Открывающий тайны, Когда бы ты мог укрыть эту тайну? Далее он неоднократно, Паророчество я уже не стал говорить об этом, Вот он видит Овен, Овен это баран выходит, Показано какое царство, Потом выходит козел, И вдруг в ярости набрасывается, И убивает этого Овна, Толкование дается, Вот этот козел, Есть Александр Македонский, Ну обычно, Козел ты, Это обидное слово, Но когда Александр Македонский Пришел в Иерусалим, Ему двери открыли, Тамошние священники, И говорят, О тебе пророчество написано в книгах, А какое? Ты козлом? И он не обиделся, Я козел, значит, да, Козел сильный, Да, конечно, сильный-то, И я, значит, Персидского царя Полная победа будет, Ты его разбомбишь, И ничего не останется, Так все дальше и будет, А можно изменить? Нельзя, Но если он наймет соседние народы На помощь, Нельзя, Это предсказано, Это нельзя, Люди с человеческими силами Пытаются это подготавливать, Но если евреям сказано, Что они будут царствовать над всем миром, Никакой Дарвин Маркс не нужны, Надо было молиться, И все придет как надо, По-другому, А они теперь это затевают, В этом погибают, Развязали эту войну, В войне погибают, Сами-то в революции, А революция пожирает своих руководителей, Создателей, Сколько евреев-то, Сколько их там погибло, Конца нету, Это что, Дурь, Связались с сатаной, И сатана их губит и губит, Семя Авраамова, Это они сами себе устроили, Такую колотилку, Избрали Ленина, Более жестокого человека на земле, Наверное, За всю историю не было, Дальше, Исайя 45 глава 1 стих, Так говорит Господь, Помазаннику своему Киру, Я держу тебя за правую руку, Чтоб покорить тебе народы, И сниму поясы с чесл царей, Чтобы отворялись для тебя двери, И ворота не затворялись, Вот интересно, Слово помазанник означает Христос, По греческому языку, Языческий царь, Который, говорит, Солба ни разу не перекрестил, Неверующий, Господь его называет Христом, Вот доказательство, 45-1 Исайя, А как это может быть, Тебе не надо как, Уже названо все, Тебе нужно только смириться перед ним, И идти в плен, Иеремия говорит, Отворите ворота, Идите в плен, Сопротивляться не надо, Как не надо, Вот у нас войска еще, Мы можем показать, Не надо, Откройте ворота, Пойдете в плен, Сыновья ваши будут при вас, Царь будет в почете там находиться, Подавайте дочерей замуж, Жените сыновей, Садите виноградники, Пройдет 70 лет, Вернетесь домой, Да нет, Да ты что, Ну представь, Войну бы кто-то стал это говорить, Сразу расстреляли, Поэтому что Иеремию бросили в грязный роп, Это еще более щадящий режим был, В советское время его по нитке растерзали, Дальше, Числа 24 глава 2 стих, И взглянул в Аллаам и увидел Израиля, Стоявшего по коленам своим, И был на нем Дух Божий, На ком Дух Божий был? На Валааме, На ком же Валаам какой? А вот дальше и говорится, Иуда, 1, 11 стих, Горе им, Потому что идут путем Каиновым, Предаются обольщению мзды, Как Валаам, И в упорстве погибают, Как корей, То есть, Вот эти, Вот, Которых он берет, Это все отрицательные персонажи, Но из них один Валаам, Который погибнет, Когда будут захватывать землю, Но вот в данный момент он пророк Божий, И на нем находится Дух Божий, И он, Вижу, Звезду от Израиля восходит она, Это еще не близко, И звезда Израиля, Это Христос родится, Звездой Ущахусе, Надо разделять, Понимать, Где Дух Божий руководит, А где по-человечески был, Он по-человечески пошел, Ну и все, И вот еще одно пророчество, Показать, Как у Бога разнаряжены события, Смена государств, Правителей, Варшавского договора и другое, А на это все указано, Считаем. Третья книга Ездры, Одиннадцатая глава, С первого стиха. И видел я сон, И вот поднялся с моря орел, У которого было двенадцать крыльев, Пернатых и три головы. И видел я, Вот он распростирал крылья свои Над всей землею, И все ветры небесные дули на него, И собирались облака, И видел я, Что из перьев его выходили Другие малые перья, И из тех выходили еще меньшие И короткие. То есть кто кого поставляет. Теперь третий стих, И сразу перехожу на тридцать седьмой, Сами прочитайте. И видел я вот как бы лев, Выбежавший из леса и рыкающий, И спустил человеческий голос к орлу, И сказал, Слушай, что я буду говорить тебе, И что скажет тебе Всевышний, Не ты ли, А оставшийся из числа четырех животных, Которых я поставил царствовать в веки моем, Чтобы через них пришел конец времен тех. И четвертое из них пришло, Победило всех прежде бывших животных, И держало век в большом трепете, И всю вселенную в лютом угнетении, И с тягостнейшим утеснением подвластных, И столь долгое время обитало на земле с коварством. 70 лет советская власть пребывала. Отец скажет, Да у нас 13 лет Гитлера хватило в атак нахлебаться. Применяйте это пророчество. Это уже все предсказано было. 41 стиха. Ты судил землю не по правде, Ты утеснял кротких, Обижал миролюбивых, Любил житцов, Разорял жилища тех, Которые приносили пользу, И разрушал стены тех, Которые не делали тебе вреда. И взошла ко Всевышнему обида твоя, И гордыня твоя крепкому, И возрел Всевышний на времена гордыни, И вот они кончились, И исполнилась мера злодействия. Поэтому исчезнет ты, орел, Страшными крыльями твоими, С гнусными перьями твоими, С злыми головами твоими, С жестокими когтями твоими, И совсем негодным телом твоим, Чтобы отдохнула вся земля И освободилась от твоего насилия, И надеялась на суд и милосердие Своего создателя. Это Рим, там орел распростирался над всем. Это мы видим, где в России было царское двуглавый орел. Это было у Гитлера орел. Исчезли. Это не надо применять только к одному. Ну, Господь говорит об этом. Но часто в Библии такое встречается, Как написано. Я говорю вам, как написано. Это 56 раз встречается в Библии такое. Теперь я немного хотел сказать о начале еврейского народа. Вот где главное. Это не... Не счастлив Дарвина это. Считаем. Авраам. И Авраам. Вот Авраам с одной буквы, И с двумя буквами. А где правильно написано? Правильно то и другое. Авраам означает странник. В переводе на русский язык. Авраам, отец множества. Вот странник один ходил, детей нету. Господь говорит, будет имя тебе Авраам. Авраам. Евреи, дети Авраама. И считаем. Бытие 32 глава, 12 стих. Ты сказал, я буду благотворить тебе, И сделаю потомство твое, как песок морской, Которого не исчислить от множества. Вот интересно. Это евреям говорится. На свете слова так брать, Они больше к китайцам подходят. Но речь идет об евреях. Я об этом как-то подумал, И думаю, а в чем дело? Дальше я увидел. Оказывается, тут немножко надо повыше взять. Дальше. Римлянам, 4 глава, 16 стих. Итак, поверь, чтобы было по милости, Дабы обетование было непреложно для всех, Не только по закону, Но и по вере потомков Авраама, Который есть отец всем нам. Вот всем нам, верующим. Почему детей-то много? Миллиард. Дальше. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, Пред Богом, которому он поверил, Животворящим мертвых и называющим, Несуществующее, как существующее. То есть Авраам – это наш отец. Он сверх надежды поверил с надеждой, Через что сделался отцом многих народов, По сказанному, Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, Он не помышлял, Что тело его, почти столетнего, Уже омертвела, И утроба сарина в омертвении, Не поколебался в обетовании Божьим неверием, Но пребыл тверд в вере, Воздав славу Богу, И будучи вполне уверен, Что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилась ему в праведность. Дальше показывать не только ему это вменится, Но и нам, верующим в него. Когда мы это знаем, Щи мы дети, И что ему обетование дано, Что от него произойдет царь, царей, господь, господствующий, Все остальные дела, Которые делают евреи сегодня во всем мире, Они не нужны. Это сатана путает все их. По верующим они должны будут сказать, А что я буду беспокоиться тут? Отец мне наследие отдает такое. Весь мир, все богатства мира придут к моим ногам. Пророчество об этом сказано. И не надо обманывать, придумать эти ваучеры, Не надо приватизации. 70 лет работали, гнулись, горбатились, Выходных не было. И вдруг все перешло в Израиль. Вот за это они ответят. А как по-другому было? Я не знаю как, но только без обмана. Бог это не Бог лжи. Богатство все должны были перейти туда. И это законно, Потому что это Бога избранный народ, И это входит в план Божьего спасения. Евангелие от Луки, 3 глава, 8 стих. Сотворите же достойные плоды покаяния, И не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих Воздвигнуть детей Аврааму. Это речь, конечно, идет о нас, Что мы верующие, И когда мы верим во Христа, То мы делаемся детьми Авраама. Вот стихотворение, ну-ка, прочитай с выражением. Когда-то вычитал у грека Златоуста Про подвиг древнего прадеда Авраама. Еще Авраам из буквой А не густо Поверил Иегове. Вот что странно. И странникам пошел по Палестине, Оставив родственников прежние пейзажи, И у него отнюдь ничто наполовину, Не то, что нынешние лизоблюды наши. С утра до вечера у всех в иконостасах Чернели их башки, мироточили, И не задумался, видать, никто ни разу. Такой ли бог, кто создал Палестину? И вдруг в тоске и в жажде доли лучшей Какой-то голос странно зазвучал. Стрела вошла, неведомый был лучник, Потребовал оставить всех тот час. Конечно, плакали, навеки расставаясь, Собрали рухлет, скарб, свои палатки, Горшки делили снохи тещи свахи, При дележении все проходит гладко. Клубилась пыль с заблением коз, Смотрели родственники, слезы утирая. Куда, прости, божок их черт понес? Здесь кладбище отцов, такие травы! Но Аврам, тогда для всех Аврам, Шагал и ждал, прислушивался к небу. Он не рахиль, башков тех не забрал, Уже чуждался явно непотребных. Решительно порвал и навсегда, Своим умом назад не ворохнулся, На небосводе яркая звезда, Под Валаама не сыграл он труса. Примером многих сильно озадачил, В неведомое шел, юродствуя так впрок. Теперь мы знаем, он не мог иначе. Он был воистину отец, герой, пророк. Вот это, семь лет назад мне Господь положил на сердце Такое стихотворение написать. Виктор Николаевич, кажется, его на музыку положил. И дальше. Галатам 3 глава 29 стих, послание апостола Павла. Если же вы христовы, то вы семя Аврамова И по обетованию наследники. Мы семя Аврамова. Евреи скажут, да какое ты имеешь отношение? Это посвященное писание. Да, это в Ветхом Завете сказано. А вот слово пророчества. Да еще мы находим и об Израиле сколько говорится. 2567 раз. Вообще ужас какой-то. Дальше. Бытие 30 глава 30 стих. Она сказала, вот служанка моя Вала. Это Сара говорит. Детей нету. Она решила так. Служанку отдать. И дальше, чтобы придумала. Смотри, как она хитро сделала. Войди к ней. Пусть она родит на колене моей. Чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему. И вошел к ней Яков. Вала зачела и родила Якову сына. И сказала Рахиль. Судил мне Бог и услышал голос мой. И дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан. Что интересно. Я долго до этого доходил. Почему она назвала его Дан? Дан это колено, которое не входит в счет даже спасенных. Оно вычеркнуто из 12 колен. Что самое удивительное. Оказывается, Дан переводится. Сегодня искал, искал в интернете и нашел. Судья. Судья Божий Даниил. Но мне надо не Даниила. Я подумал, может что-то тут другое в совокупности. Еще одно. Просто судья. Ага. И вдруг пророчество. То есть она знала, назвала его судьею. И говорит, судил мне Бог. Бог судил правильно. Я назвала его Дан. Это судья сыни. Вот смысл какой. Дальше. Бытие 49 глава 16 стих. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Опять же, судить судья. Дан это судья. Будет судить народ свой, весь народ Израиля, как одно из колен Израиля. То есть те силы, которые даются на 12 колен, и он их будет судить, как будто это одно колено перед ним. Такая мощь будет, сила в нем. Дальше. Амос. 8 глава 14 стих. Которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут. Вот удивительное пророчество. Опять же, Дан, и которые поверят, примут печать антихриста, зверя, они падут и покаяния не будет. Вот оно где. Падут и не встанут. Бог твой Дан. Бытие. 14 глава 17 стих. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. Вот это пророчество, которое говорено тогда было еще в раю, а теперь оно исполнилось. Иеремия. 8 глава 16 стих. Вот Дан ослышан храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля. И придут и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем. То есть это будет пришествие мощной силы при антихристе. И предварительно вот эти разные, кот, дарвина, обезьяны, никакой роли вообще не играют. Это они так путаются плотским умом своим. Потому что отец их дьявол. Людей, которые не приняли Христа. И Господь Христос им сказал, Евангелие от Яна 84. 8.44. Ваш отец дьявол. Так это же евреям сказал. Позвольте. Но если я лгут, то ко мне эти слова относят Господь. Не надо так. А у Израиля Бог, дьявол, а у нас это кто, если все на лжи построено. Не надо этим кищиться-то. Дальше откровение. 7 глава. А вот, откровение, 7 глава. Говорится о 12 коленах. Перечисляется спасенное. А данного колена нету. Я вначале пересчитал, правда нету. Да как же нету? И что он, Иоанн не знал? А он его и фребом под коленом считает. А данного нету. Я спрашиваю сегодня там другие, неправославные, которые. А почему нету? Так разве нету? Я говорю, нету его здесь? Не знаю. А святые отцы истолковали. Андрей Кисарик и Падокийский, архиепископ. Потому что из колена данного антихрист. И оно вычеркнуто. Так из одного человека? Ну да. Так разве справедливо? А Бог не сказал, что по твоим понятиям справедливость будет. Мы спасены по милости. Все, колено вычеркнуто. Из него дан проходит. Выходит. Откровение 12 глава, 14 стих. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. У нас спрашивается времени. Время это год, времен плюс два, три и полвремени, три с половиной года. И дальше. Откровение 13 глава. Поистал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим. А на головах его имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя. А пасть у него, как пасть у льва. И чем интересно, пасть медведя и льва отличается мной? Это подчеркнуто. И дал ему дракон силу свою и престол свою великую власть. И видел я, что одна из голов его, как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Это Ленина Фая Капан стреляла, и говорит, эта рана его исцелела. Конечно, не об этом речь идет. И делилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать сорок два месяца. Ну, три с половиной года сорок два месяца, Паши. И что дальше? И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить и имя его, и жилища его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. Нет такой религии, которая говорила бы о своем поражении. Единственное, это только христианство. И он победит. Пожалуйста. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. Значит, сколько власть дана ему. И вот так это, чтобы прийти к этому, надо сначала было сбулгачить все. А чтобы все люди перестали уважать друг друга, надо было дать понять, что греха нету. А греха нет только тогда, когда нет веры. А веры нет тогда, когда ты не от Бога. Вот для чего нужно было. И Дарвин, он не пытался это доказать. Это потом Гексли развел и другие, которые. Вот для чего это было. А мы как должны... Да никак будет так, как Бог сказал. Мы говорим, что они делают это по незнанию священного писания, по неверию. Будет вот так. И что, и поклонятся ему все живущие на земле. Которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, дослышит. Да как это? Агнец, ягненок Христос от создания мира. Мира, не земли. А он заклан когда был Христос? Ну, в 34-м году, как говорят, новая эра от Рождества Христова. У Бога в одном дне это все. Нам этого никогда не понять. Еще вселенной нету. И говорит, на небе произошла война, и победили его кровью Агнца. Какая кровь Агнца, когда еще земли нету? Не важно. Это другое видение. Это не трехмерное пространство. Надо согласиться с этим. И поэтому они придумали, эти евреи, евреи это все придумывают. Баламутят. Что вот мы сделаем так. Люди, благодаря тому, что нет никакой связи с Богом. Бога нет. Нет, творишь, что хочешь, выдумывай, пробуй. Как Маяковский. Говорит, чем? Пуля в лоб. А я насмеюсь. Насмеешься, там же окажешься. Чем они закончили-то все, ты посмотри. Сколько суицида этого. Сколько еще молодежи есть. Сейчас мы ролик смотрели в Санкт-Петербурге. Они там разные кнопки там втыкают. Все, 16-летняя девчонка у нее была. Она одна была, только девушка. Он стал к ней приставать, к нему девок много. Ее тут же убили, они изрезали, с картошкой съели, ее части тела выбросили. Но Бога-то нет. Почему вы съели-то ее? В магазин, чтобы не ходить, мясо рядом. Зачем же идти-то? И тут же суд идет над ними, все это разговаривает, показывает. А потом евреи все это покажут. Посмотрите, вот вы как жили-то. Вам это нужно? Вот смотрите, вот революция, вот поднимает ее. Вот теперь смута, убивайте друг друга, 110 миллионов. Никого не надо убивать. Вот вам браслет на руку, чип, и мы все знаем, и тебя не будут обвинять, судить не будут где-то. Что сделал не так? Заочно все будут разбираться, как в протоколах написано. Хорошо, любой скажет хорошо. Если бы я не верил в Бога, я положил бы всю жизнь, чтобы быть исполнителем протоколов селудских мудрецов. Я ничего не хочу, как то, чтобы было порядок. Я очень люблю это. Но я стал верующим, я понимаю, а они служат дьяволу. Все, которые дальше... То есть очень подробно, как он с ума сошел. Сейчас с Дарвиной, какие у него были предки, потомки, как дети все умирали. Там, как раз, мишени на родной почве все было. Дальше. С 10 стиха продолжение. Кто идет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убит у мечом. Здесь терпение и вера святых. Это для тех, которые говорят, надо идти воевать, защищать и прочее. Воюйте, вы пойдете в плен, вы будете убиты. А для остальных неизвестно. Идите, воюйте. А сатана разжигает эти войны. Так а нынче сказано, это не верующие митрополиты разные филареты придумывали. А я говорю вам, любите врагов ваших. Разожгите сердце, чтобы любить евреев. Я сейчас покажу, как относиться к евреям надо. И дальше. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобный агнчим. И говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя. И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. Это будет пресечь антихрист и антихрист. И все это объяснено, растолковано. У нас тут трехтомники, как раз это все показано. Нового Завета. Исход. 4 глава 21 книжек. И сказал Господь Моисеев, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его. И он не отпустит народа. Вообще, когда считаю вот это, вообще непонятно. Ты иди, а Моисей молится, Господи, только бы фараон расположился. Ну, я, к примеру, говорю, а у фараона рядом советники, говорят, ну, еще с этими евреями, ну, отпусти их, у них родина своя. Видите, они как-то руки опустили. Жена ему там тоже говорит, отпусти, они уже столько наработали, каких пищей наделали на сто лет вперед-то. Да, наверное, отпущу. А в это время он не знает, с неба Бог начинает сердце у него, выжимает из него соки, и сердце у него, как из грязи делается камнем. Вода-то испарилась из камня-то. Любовь исчезла. Иди, а я ожесточу. Так а ты-то что должен делать? Делать то, что Бог повелевает. Тебе не надо фараона судить. Это Бог так допустил. Дальше. Третий стих, седьмой главой исхода. Но я ожесточу сердце Фаронова, и явлю множество знамений моих, и чудес моих в земле египетской. Ну, а мог, чтобы он не ожесточился? Мог. Но он на это не пошел. Он бы стал молиться, Господи, я не хочу быть жестоким. Это Бога избранный народ. Я отпущу его. Я ему заплачу за все. С авансом заплачу. Выходные на 40 лет дам, потому что они идут. Отпуск 40 лет не будет. Я выплачу, все им отдам. Ничего подобного нет. 13 стих. Сердце Фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Вот и все. Откровение, читаем 17 глава, 15 стих. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И не надо толковать. Это люди, народы. А я видел, она сидит в воды. Вот толкование. И это сидит блудница. А это православная церковь, католическая. Нет, не православная, не католическая. Там дается толкование прямо. Дальше. Римлянам, послание апостола Павла, 3 глава, 7 стих. Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью, к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? Даже Павел как будто в недоумении. Я неверный Богу. А тогда то, что я неверен, а Бог предсказал, что я неверен. И Богу слава, что он заранее знал. А за что меня тогда судить, когда я предсказание Божие выполнил? Молчи. Римлянам, 9 глава, 19 стих. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Это вот единственное место, Ян Златоуст говорит, где не объясняет Павел, ничего, крикнул. Замолчи, что ты споришь с Богом. Павел-то мог бы что-то ответить, а ничего не мог. Человек просто логически пришел к выводу, но воля Божия такая, а при чем здесь я-то? У меня воля, но я назначен для этого. Тебя это не судить, ты согласись с этим пока. Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовый к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Оси говорит, немой народ назову моим народом и невозлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы немой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает в Израиле, хотя бы сыны Израилю были числом, как песок морской, только остаток спасется. Только остаток спасется. Это означает, погибнут очень и очень многие в Израиле. Не потому, что с ними плохо обращались, а потому, что они такие. Вот нам тогда Фаина показывала такой список, где евреи были и где гнали. И они почитали Испанию, Португалию и везде гнали. Везде гнали наши. А почему вы не говорите, за что гнали? Везде вы одинаково были, везде грабили, везде там храмы закрывали. Вы дальше-то посмотрите, из-за чего это было? Кто виноват-то? И как у них отрицательно. С народом из Иудейского, Израиля написал статью Достоевского. Все, Чубась зубами бы изорвал, выступает против Достоевского. Солженицын сказал об евреях 300 лет вместе. Прям убил бы этого Солженицыя. Ленин им потворствовал, революции все отдал, какой хороший. Сталин их прижал, плохой падаль, окаянная, усатая сволочь. У них хорош только тот, который в рабах. Это неправильно. Хорош тот, кто правду говорит, кто обличает нас. И не надо этого бояться. И Господь обличает через пророков их за это. Вы согрешили, не принимаете. Второе, параллельно 25-16. Он говорит, я понял, Бог решил убить тебя. Ни одного человека, а весь Израиль. И только остаток спасется. А мы должны за Израиля молиться и молиться. Господи, пощади многострадальный народ Твой. Откроем истину Твою, чтобы поверить я как в Мессию и Бога. С 28 стиха. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исайя, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гаморре. Вот я теперь рассматриваю, что такое Сара и Агарь. Агарь это служанка, которая считает досталась от параона у Сары. И вот как апостол Павел рассматривает, как надо писание понимать. Ну все знали, Сара, жена Авраама, а Агарь это служанка. И она ее подтолкнула. И она теперь родила на колене, у нее платье в крови, как будто она родила, прям детская игра какая-то. Другое дело усыновила. Нет, она родила на колене, как интересно. Та рожалась, когда на подолы упадет-то. Ну а как по-другому-то? Не стоя же это делалось-то. И все. И она-то другим говорила, мой сын. Вот есть побег из ГУЛАГа, а у них там вымирают на севере народа. Это кто чужой попадается, обязательно, чтобы с ним ночевать. И немца она вылечила и от него защела. И он теперь знает, и он ждет, как нормально все. Переспал со мной. И теперь сына родила, он ходит, мой сын, все поздравляют. Но видно, что он не такой узкоглазый. Мой сын. Потому что они вымирают. Но это язычники. Но это же евреи. Дальше. Послание к Галатам, 4 глава, 24 стиха. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Потому что он с детьми своими в рабстве. Вот смотри как. Главное Агарь обыкновенная женщина и что говорит? Рождает в рабство. Агарь означает гору Синай в Аравии. Вот теперь переход. И соответствует нынешнему Иерусалиму третий переход. Да где ты об этом додумаешься? А вышний Иерусалим что? Свободен. Он матерь всем нам. От сары. Ибо написано возвеселись неплодная нерождающая. Воскликни и возгласи не мучившаяся родами. Потому что у оставленной гораздо более детей нежели у имеющей мужа. Мы братья дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу так и ныне. То есть Измаил гнал преследовал и так сейчас правильно делают. На меня гонят попы возникают там до архиереев. Моя вина какая? Ну какая конкретная вина? Что я положительно не отзываюсь о монастырях. Я за монастыри повторяю за монастыри. Когда монастыри мол на один человек. Я за то чтобы не женились шли и проповедовали. Но не то чтобы забились в одну кучу сидели за стенами ничего не делали. Как это так? Христос этому не учил. Он говорит идти по всему миру. Это антихристианское понимание. А мы за весь мир молимся. А я за что молюсь? Я каждый день молюсь за представителей власти Обаму за Путина за всех молюсь каждый день. А я не монах. Вот взяли власть мы должны молиться за весь мир. Да мы молимся все. Исайя. 8 глава 10 стих. 10 стиха. Замышляйте замыслы но они рушатся. Говорите слово но оно не состоится. Ибо с нами Бог. То есть вот они замыслы думают вот нужен теперь им Чарльз Дарвин мы людей будем отравлять в школе Бога нет. Но не все в это поверили. Мне говорят а как он вам Чарльз Дарвин помешал? Никак он мне не помешал. Я в школе понимал это бредня какая от обезьяна. Моя бабушка на меня я на него похожий она не обезьянка у меня была бабка. И чего ради-то? И так и не могли ни одну обезьяну за все время сделать человеком. Ну человек когда сгорбатится на обезьяну может похоже бы только это не Дарвина учение а сама жизнь показывает согнется с палочкой и идет дальше. 11 с 11 ибо так говорит мне Господь держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа и сказал не называйте заговором всего того что народ сей называет заговором и не бойтесь того чего он боится и не страшитесь Господа Савауфа его чтите свято и он страх ваш и он трепет ваш и будет он освещением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля петлей и сетью для жителей Иерусалима и многие из них приткнутся и упадут и разобьются и запутаются в сети и будут уловлены завяжи свидетельство и запечатай откровения при учениках моих это все об евреях сказано как они отступят от Бога и как к ним нужно будет послать миссионеров дальше 1 Иоанна 4 глава 4 стих дети вы от Бога и победили их ибо тот кто в вас больше того кто в мире ну что он там сказал сейчас столько делов вот приходит и говорит а давайте вместе писать там понимаете порнография в городе баннеры такие большие понятия не имею да по телевизору показывают там какой-то дом второй похабщина у меня телевизора нету а ты не смотри закрой все что-то надо воевать протестовать какие-то состояния нам нужно жить по-христиански видеть нуждающихся помогать идти к обездоленным нести слово Божие да вот как-то с евреями почему у меня с евреями всегда хорошие отношения я вот ну все-таки мне 74 года и вот я такое делал делал у меня 38 книг вышло и что самое самое удивительное я эти книги дарю евреям банкирам и они мне помогают средствами своими а у нас еврейка была а вот если дать такому-то он что скажет еврей-то я говорю да как книги все есть как все у него есть ну да и помогают больше всех помогают удивительно я с мусульманами очень строго разговариваю а они меня принимают везде и заступаются а в чем дело понятия не имею я высчитал такое когда пути человеку угодны Богу Бог и врагов его примерять с ним Бог это делает вот мне когда был в Америке ездил я спрашиваю а как вам КГБ помешало кому мне понятия не имею наоборот они меня сделали известным вы меня пригласили как бы ни КГБ я бы не сидел а вы любите узников вообще здорово получается мы перезваниваемся ко мне приезжают КСКБ книги покупают вообще и он от 3 глава 4 стих и начал и он ходить по городу сколько можно пройти в один день и проповедовал говоря еще 40 дней и Неви и Неви будет разрушена и чего я говорю про Неви показать пророчество оно непременно сбудется хотя бы немного отодвигалось как-то отодвигалось на 5 на 100 лет но оно сбудется Бог сказал и поэтому никакой Марс никакой Ленин никакой Чарльз Дарвин нам не помешает ты так детей учи чтобы он слушал и не отвечал им как следует не отвечал каким кажется нужно было я слышал про одну девочку у баптистов она на дне пятерки училась а потом схватила кол единицу проходит вторая мать посмотрела в дневник да Леночка что с тобой на стихотворение я не рассказывала а почему не рассказывала да кому неправильно написано а какое она прочитала Ильич там свет лампочка Ильича Ленин не свет Христос свет мать пошла в школу и говорит моя дочь теперь даже на тройке не учится да так а вы заинтересовались почему она не отвечает не отвечает я Денису ставлю что я неправильно сделал да так давай с ней поговорим так Лена ты знаешь секретарь знаю ну расскажи ну я расскажу если скажете что можно самой прокомментировать хорошо она рассказала с выражением как это Павленка там разговаривает маленькая девчонка Алена все пожалуйста но Ленин не свет свет Христос и она показала место писания сколько садись пять вот и все мы должны выполнять до определенной грани что повелевает власть нам где не противоречит Слову Божию нет значит нет вот баптист отделенный Григорий Винц был Георгий Петрович его заставляли переносить там какие-то ящики с папиросами подходят там конфеты пряники все хватает им не надо не трожьте вот табак который папиросы ему бери ты он не берет и берет тебе не те ящики вот эти бери нету его стали на ночь замерзать около этого ящика и он стоит говорит часовой выйдет посмотрит он стоит ну возьми только перенеси и все тут вот упрямый какой-то нет это звонок Москва так где у вас там Георгий Петрович живой он живой немедленно экипируйте его в Москву с самолетом срочно как они говорят забегали как его на вертолете там на самолете куда они в обмен его в обмен там какого-то захватили где-то я слышу по радио ну два дня прошло он с президентом выступает вместе в Америке как бог возвышает человека дальше Наума первая глава 8 стих но все потопляющим наводнением разрушат до основания Ниневию и врагов его постигнет мрак я понимаю Ниневия обязательно будет разрушена хотя при Ионе она была помилована вот кто будет слушать неверующий ему то что он тут тягомотину затеял и что он тут толкует я знаю как люди реагируют я ей сказал это для верующих я объясняю я согласно во свете Библии объясняю никакого вреда от этого фильма нету никакого нету если бы я знал что он был верующий до конца и православный я бы уже помолился за Чарльза Дарвина дальше Товия 14 глава 4 стих отправься в Мидию сын мой ибо я уверен что Ниневия будет разорена как говорил пророк Иона а в Мидии будет спокойнее до времени вот так из Москвы переезжайте в Потеряевку Москва будет сожжена огнем откровение 17-18 глава мы ждем в Потеряевке вас дорогие возлюблены молодых с ребятишками Ниневия будет разрушена братья наши находящиеся в Отечественной земле будут рассеяны из всей доброй земли Иерусалим будет пустынью и дом Божий в нем будет сожжен и до времени останется пустынью он не боялся сказать и храм Христа Спасителя будет разрушен снова вот это слова то он говорит ничего особенного нет это пророчество не то что я хочу от моего хотяния ничего не изменится дальше Товито 14 глава 8 стих итак сын мой выйди из Ниневии ибо непременно исполнится то что говорил пророк Иона 10 стих похорони меня прилично и мать твою со мною и потом не оставайся в Ниневии это он говорил находясь в Ниневии уже прошло 50 лет после пророка он говорит ну скоро Господь все таки трахнет ее 15 стих но прежде нежели умер он слышал о погибели Ниневии которую пленил на выходе Носар и Асуир и возрадовался пред смертью о Ниневии возрадовался о Ниневии не помиловал Бога а сжег и он возрадовался он возрадовался о том что пророчество исполнилось а не то что там люди погибли дальше римлянам 8 глава 29 и 30 стих ибо кого он предузнал тем и предопределил быть подобными образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями а кого он предопределил тех и призвал а кого призвал тех и оправдал а кого оправдал тех и прославил никакой Дарвин никакие обезьяны не могут сопротивляться тому если он тебя избрал у человека должно быть два вопроса решено рождем ты свыше и под водительством ли Духа Божия имеешь ли ты крещение Духом Святым какие тебе мысли с чем ты живешь Захария 2 глава 8 стих ибо так говорит Господь Саваоф для славы он послал меня к народам грабившим вас ибо касающийся вас касается зеницы ока его вот это речь идет конечно в первую очередь об евреях от евреев руки прочь если хочешь быть благословенным и дальше римлян деда глава с 1 стих не властен ли горшечник над глиной чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления а другой для низкого да он так сделал вот сейчас попал в такое я попал в такое и каждый выполнил свое назначение я могу только молиться 2 Тимофей 2 глава 20 стих послание апостола Павла а в большом доме есть сосуды не только золотые серебряные но и деревянные и глиняные и одни в почетном а другие в низком употреблении еще злиться на кого злиться ни на кого не надо злиться только следи за собой и трудись для Бога а вот если мы будем вести партизанскую войну мы победим ничего ты не победишь кого ты победишь ты себя победи аминь бытие 12 глава 3 стих я благословляю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные когда меня спрашивают благословения какого-то нет у меня все из рук валится я говорю ты знаешь что это благословение когда все у тебя идет с преизбытком первое благословение никогда не злословь евреев никогда а благословляй их не проклинай Малахия 3 глава 9 стих Проклятием вы прокляты Потому что вы весь народ Обкрадываете меня Это десятина Десятину не платить Это этим заканчивается благословение Ветхого завета И у меня одно стихотворение Если они там говорят Главное это у него что Чувствительные подушечки Чего нет у этих У обезьян И человек благодаря этому Получает всю информацию Правильно Но у меня есть такое стихотворение Что такое руки Здравствуй друг Мы дорогому другу Лишь его узрев издалека Петерней протягиваем руку Значит дружба вечно на века Так нас научили Значит надо жестом выражать души порыв Как рука в руке с тобой Мы рядом невозможны ссоры и разы Стоит осерчать и осердиться Петерня сжимается в кулак Посмотри на лица палестинцев Их сослали как в страну гулаг Но они решимостью тверды Тверды Руки вверх и пальцы в букву В Знак победы Пусть я даже мертвый Не смирюсь и не сойду в кювет Вот рука Как взлет аэроплана Хайль Кричат открывшие хайло Знак фашизма Все идет по плану Появилось Сгинуло Ушло Сколько знаков пальцы выражают То поманят То укажут вон На троих они соображают Есть у них особенный закон Все то человеческое Человече И не вечно В голове приставлена ладонь Пальцем увескать тебе не легче Если дураком назвал бы он Вот везут Морозову Везут столько лет Следов ее не видно Но два пальца не сковал и суд И врагам ее до слез обидно Нет Не победили Не сожгли протопопа В пустозерский лютом Два перста шагнули Перешли через клевету и перепутья Так молились деды Издали Прологи И жития вставали Их нейроны Вешали И жгли На арену зверю отдавали Вырезали 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 Вытянув язык Веру и шли Рыкал прокурор И крестились Каждый так привык И ложились руки под топор Этот знак победы над врагом Враг бежит от имени Иисуса Взмах руки Как молния и гром Потому крестом я знаменуюсь Это еще в 83 году я написал Я сразу вспомнил Фильм Михалкова 12 И он везде говорил Это все еврейские штучки Опять еврейские штучки А сам говорит еврей Теперь особенно Много говорят про Шульхана Рух И теперь выпустили его Я сколько мог Присчитал У меня почему обиды нет на Шульхана Рух Если они своего Машаха ждут И мы говорим Это будет не царь А будет антихрист Сатана Мы-то еще о них лучше говорим Разве-то Что они выслушать должны То надо просто к этому подойти Эта история заложена Запрограммирована И они будут Еврейский народ Конфронтировать К всему миру Это у Бога Все предведение есть Ты понимаешь Ничего нельзя сделать Это запрограммировано Какой зверь из воды выйдет Какое время Количество дней Какие правители придут Вот 12 Я легенда Фильм такой И там говорится 12 миллионов Только остались в резервации Весь мир погиб Я говорю Почему 12 Не знаю Это 12 миллионов евреев Фильм еврейский Об этом говорит Мне очень интересно Это Я рад что евреи спасаются А все разные Остальное это уходит Но они так поставят фильм И вот теперь Говорим Какие правители Как были занаряжены Мировые правители Считай Аларих Правитель Умер в 1410 году Атилла Умер в 1453 Это разрушители Рима Все это дальше Чингисхан Умер в 1227 Тамерлан Умер в 1405 году То есть Больше чем Чингисхана Ни у кого империя не была Это самая Обширная была Наполеон В 1821 году Ну я взял всего 5 правителей И показал Умер 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 И дальше Бытие 5 глава 27 Все же Гнеймов Усала Было 969 лет И он умер И он умер Надо заботиться Чем я приду К смертному часу Где находится Этот несчастный Чарльз Дарган Что там обсуждать Это его взяли Просто на это Он не думал То что из его учения Где-то Анастей бы думал Ну он за это ответить не я Мне это не повредить никак Ну не могу я сказать Чтобы на меня вирусы не нападали Я в пятый день швыркаю стою Ну еще Вот и В русских говорят Мы новый Израиль Я говорю А как ассимилируюсь Все потеряли Чудо Израиль Евреи И то что сейчас Тут из паспорта Удалили Национальность Вот Ну все проще Это все идеи Это никакого значения не имеет Это они от страха сегодня Турусят под себя Как говорится Евреи Но евреи Три мировые религии создали Ну а можешь это сделать А как ты сделаешь Новые мировые религии создашь Когда все захватили Одну нельзя создать А то это три Ну пойми что это другой народ Один народ такой И мы должны к нему Относиться с великим почтением И заботой Чтобы не трогали Сохранить им Так они нас угнетают Это они за это ответят А я должен их приветить Накормить И дать им что-то Если это нужно Иеремия 14 глава 19 стих Разве ты совсем отверг Иуду Разве душе твоей Опротивил Сион Для чего поразил нас так Что нет нам исцеления Ждем мира И ничего доброго нет Ждем времени исцеления И вот ужасы Это еврейский народ Еврейские пророки говорят Что с еврейским народом Ужас Нет мира Почему согрешили Согрешили И дальше Говорят Вот здесь вот в этом ролике Масоны Но все время говорят А за масонами-то кто их это Ну я перечисляю там Герцель Которые образовывали Итак Римлян 3 глава 1 стих Итак Какое преимущество Быть иудеем Или какая польза От обрезания Великое преимущество Во всех отношениях А наипаче В том Что им верено Слово Божие Ибо Что же Если некоторые И не верны были Неверность Неверность их Уничтожит ли верность Божия Бог обещал Послать им Мессию Исход 12 глава 36 стих Господь же дал Милость народу Своему в глазах Египтян И они давали ему И обобрал он Египтян Это Бог делает так Успокойтесь Иеремия 20 глава 5 стих И предам Все богатство Этого Города Города И все стяжания его И все Все драгоценности Его И все сокровища Царей иудейских Отдам в руки Врагов их И разграбят их И возьмут И отправят их В Вавилон То есть Не только Израиль Но Израиля Все отнимали И увозили Псалом 71-й 10 стих Цари Фарсис И островов Поднесут им Удань Цари Аравии И Савы Принесут дары Вот И они говорят Все это для чего делается Для того чтобы построить Четвертый рейх Но они говорят Какой первый и второй Я просто показать хочу Первый рейх Где был? Первый рейх Немецкая Альтезрайх Древний рейх Переводится Священная Римская империя Германской нации С 962 По 1806 год Существовала Второй рейх Цвайтезрайх Кайнзеровская Германия 1871-1918 До конца Первой мировой войны Третий рейх Немецкая Дрейцрейх Стала одним из официальных названий Неофициальных Неофициальных названий Гитлеровской Германии С 33 по 1945 Гитлер называл Антаузентьерегесрайх Тысячелетнее царство А 13 лет И как не бывало Четвертый рейх Всемирная теократия Антихриста В 3,5 года О! Откровение 13-го И даны были ему Уста Говорящей гордо И богохульно И дана ему Власть действовать 42 месяца Вот это будет Независимо от того Что они там придумывают Бильтенбергский клуб Который собирается Они обманывают Уничтожение Клуб там 300 семейств этих Это никакой роли Не играет Совершенно Будет только так Как Бог назначил Они думают Уничтожить Вот сколько Написано Третья часть зеленой травы Погибнет Третья часть Не так Что они уничтожат 7 миллиардов А золотой миллиард Останется Этого не будет Почему? Я повторяю Бог Бог это назначил И он оставит А как с верующим Будет Как даст Так и будет У тебя вопрос Есть какой-нибудь По этой теме? Так Ну-ка Чересчур Обширный ответ Вот этот Вот этот самый фильм Одна из самых Кровожадных Частей Масонского ордена Правда ли Что Дарвин Страдал Психическим расстройством Была эта мутация И в роду Дарвина С какой целью Проводились чудовищные Опыты над людьми Опыты скрещивания Так называемых Нижших рас С антропоидными Обезьянами Кому нужно было Скрыть Космическое происхождение Человека И кто решил Истребить Носителей Голубой крови Плачь на масонах Милемяты Вся правда О Дарвине И глобальном заговоре Под названием Теория эволюции В уникальном Спецпроекте Телеканала РЕН-ТВ Код Дарвина Проклятие обезьян Эти люди Утверждают Что несут добро И свет По всему миру Какие они люди Они не люди Еда и одежда Просвещение Медицина Самые гуманные цели Самые светлые идеи Позволяют им С легкостью перемещаться Из одной страны В другую С одного континента На другой континент Это наркотик На который люди Подсаживаются Пограничники Никогда их не останавливают Таможня Не досматривает Их багаж И не берет с них пошлины Для них нет границ Во всем мире На их службе Звезды первой величины Надо сделать все возможное Чтобы люди Не страдали Благотворительные И миссионерские Организации Они действуют По всему миру Их представителей Принято считать Почти святыми Но 2009 год Кенни Застрелен Джон Вудсток Миссионер Из организации Открытой двери мира И одновременно Агент ЦРУ 2005 год Дамаск, Сирия Алисия Вудсбор Из организации Юнайтед Волт Занимавшийся Поставкой медикаментов Высланной из страны После провала Агентурной сети Ми-6 Вот такой фильм Богу нашему слава Аминь Спаси Христос Слава Христу Слава Христу Слава Христу Арб�� Продолжение следует... Темная Христу Прав tail Из Открытого